Всем привет! Это программа Russian Slow Motion. Сегодня мы будем проводить один известный эксперимент с бутылками, наполненными спиртом. Но не тот эксперимент, о котором мы подумали, нет. Мы будем наливать этот спирт в бутылки, поджигать его, и нам помочь, как всегда, отечественные скоростные камеры. Они будут снимать этот процесс горения на скорости более трех тысяч кадров в секунду. В общем, будет необычно, даже опасно. Все готовы, да? Начинаем. Такой кастербайтер сзади. Такой несчастный. Стоит. Ай, я не могу. Этот эксперимент иногда называют огненная торнадо. Для него надо взять пластиковую бутылку, налить внутрь немного спирта и несколько раз встряхнуть или покрутить бутылку. Тогда внутри пары алкоголя смешаются с воздухом, и возникнет хорошо воспламеняемая газовоздушная смесь. Поджигаем и подносим горлышко бутылки. И будет что-то. Опа. К сожалению, когда мы стали снимать процесс горения на скоростную камеру Evercam, пламя почти не читалось на темном фоне. То ли света не хватило, то ли сам огонь был недостаточно яркий. Но дело пошло гораздо лучше, когда мы взяли большую емкость от кулера. Мой размерчик. Здесь и на обычных камерах все смотрелось очень круто. Поджигаем. И... А съемка на скоростную камеру показала вот такую завораживающую картинку. Для опыта мы использовали изопропиленовый спирт. Это технический вид спирта, но в принципе для эксперимента подойдут любые крепкие алкоголесодержащие жидкости. Главное, перед поджиганием хорошо потрясти емкость, чтобы смешались пары алкоголя и воздуха. Также этот опыт можно разнообразить, если положить бутылку на бок и поджечь. Опа. Получается такой эффект реактивного двигателя. На скоростной съемке видно, как газовоздушная смесь внутри загорается и выдавливает остатки жидкого спирта через дырку в пробке. Мы даже сами удивились, когда увидели, как это происходит. Во второй части у нас, как всегда, необычный гость. Так что смотрим дальше. И вновь у нас в гостях Иван Прохоров и шоу Ньютона. Что в этот раз, Иван? Ну, Антон, в прошлый раз мы с тобой попробовали взорвать водородный шарик. Было дело. Добавили немножко кислорода. Было дело. Сейчас я хочу посмотреть, что будет, если поджечь руку. Мы возьмем мыльную пену, возьмем горючий газ, все это дело смешаем и попробуем поджечь, собственно, всю эту смесь на руке. Пробуй, пробуй, пробуй. В качестве горючего газа Иван использует пропан. Все, что нужно, это напустить газ в мыльный раствор, так, чтобы образовалась пена. Взять немного этой пены на руку и поджечь. Вау! На съемках Эверкама процесс горения пропана выглядит очень грозно и даже опасно. Хотя в действительности кожу это пламя не обжигает. Главное, не трясти рукой и держать ладонь открытой. Тогда весь жар уйдет наверх. На этом мы хотели и закончить, но Иван предложил еще поэкспериментировать. Но стой, Антон, я помню, ты мне подарил один баллон с кислородом. С кислородом было. И мне интересно будет, что, если мы смешаем горючий газ и кислород? Твоя рука, твои правила. Ну, Антон, первый раз попробую я. Все, все, достаточно. А вот этот эксперимент уже действительно на грани разумного риска. Если пропан смешать с кислородом, то получится не просто горючая, а взрывоопасная газовая смесь. Мы поставили скорость съемки 3,5 тысячи кадров в секунду. Но даже так взрыв мыльной пены происходит очень быстро. Если сравнить с горением пены с пропаном, это особенно бросается в глаза. Еще интересно, как пропанокислородная газовая смесь воспламеняется такими небольшими толчками, а в конце образует что-то похожее на ядерный грипп. Повторюсь еще раз, это очень опасный опыт. Иван специалист, а вот самостоятельно такие штуки устраивать не стоит. Это был проект Russian Slow Motion. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И читайте в описании информацию к этому видео. Там есть все необходимые данные. Всем счастливо и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова